В этом видео мы продолжим работу с библиотекой React или FLED. И данное видео будет посвящено библиотеке Andesign, которая делает за вас всю работу со стилями, то есть это преднастроенные стили и элементы HTML, которые вы можете добавлять себе в приложение и на страницу. Сделаем это мы на примере кнопки и при нажатии открывающегося модального окна, в который пользователь может вбить координаты точки, зум и при нажатии ОК карта отцентрируется, перезуммируется и в это место поставится маркер с введенными вами значениями. Итак, как это сделано? Давайте перейдем в код, посмотрим, что у нас появилось в коде. Первое, что вообще необходимо будет сделать, это импортировать библиотеку Andesign. То есть yarn.add.and.de. Вот делает это с помощью такой команды, и у вас устанавливается библиотека Andesign. Соответственно, у нее, естественно, есть справка, и ей мы сегодня будем пользоваться, ссылки будут под видеозаписью. Первое, что нам необходимо сделать, это добавить кнопку на карту. Мы переходим на компонент кнопки и смотрим, каким образом мы ее можем добавить. Здесь везде есть примеры, и при нажатии на «Показать код» мы видим, какой небольшой код нам нужно сделать, добавить в наш проект, чтобы добавить данный элемент. Соответственно, мы видим здесь различное оформление кнопок, и в каждом примере есть, соответственно, тот самый код, который необходимо написать, чтобы данная кнопка появилась у вас в приложении. Но мы будем использовать стандартную кнопку, а именно «Primary». То есть нам необходимо из библиотеки Andesign импортировать button и затем применить такой конструктор button type primary, ну и, собственно, текст для открытия модального окна. Итак, перейдем в проект. Вообще, первое, что необходимо сделать изначально, это пробежаться по файлу map.geo.json и посмотреть, от чего он зависит. То есть у нас карта зависит от зума, от центра. Zoom — это thisStateZoom, центр — это массив широты-долготы. И маркер, всплывающее окно которого зависит от широты, долготы и тоже зума. То есть здесь все стандартно. Как только thisState будет меняться, будет меняться и сама карта, то есть она будет перерендериться. Итак, мы хотим создать компонент с кнопкой. Мы переходим в новый файл, который мы создали, CoordinateInsert. И здесь что мы импортируем? Во-первых, мы из библиотеки AndDesign импортируем model, button и input, потому что у нас есть кнопка, модальное окно и три поля ввода, как мы видели это. Но для начала пока что рассмотрим button. И в самом рендере мы пишем, что у нас будет div с определенным класснеймом, который мы сейчас посмотрим, как оформлено. И есть кнопка button. То есть пока что об этом мы не говорим, мы смотрим только на кнопку. Опять-таки type.primary. И еще есть метод onClick. Теперь, что из стилей нам необходимо сделать? Мы стиль применяем только к div, который содержит в себе эту кнопку. И в файле css мы видим, что просто указана фиксированная позиция, фиксированное положение данного элемента на веб-странице. И все. А весь остальной стиль кнопки уже добавлен с помощью AndDesign. Итак, у нас появляется кнопка с надписью OpenModel. И при нажатии срабатывает метод thisShowModel. Что же он делает? Он изменяет локальное состояние VisibleModel на True. То есть у нас изначальное состояние VisibleModel было False. И что у нас зависело от этого состояния, мы можем посмотреть. У нас от этого состояния зависело модальное окно. То есть его динамическое свойство Visible зависело от thisStateVisibleModel. Соответственно, если здесь написано False, то оно закрыто. Если здесь написано True, то оно открыто. Опять-таки мы можем в библиотеке AndDesign перейти на страницу модального окна. Собственно, вот наш пример. У нас в коде тот же самый пример, который мы написали исключительно. И разница составляет только то, что здесь вместо трех параграфов у нас три инкута. И все. И дальше мы смотрим на свойства данного компонента. И видим, что есть свойство Visible, которое отвечает за видимость или невидимость модального окна на странице. Соответственно, при нажатии у нас свойство Visible меняется на True, и оно появляется. Теперь при нажатии Cancel или Крестика, по идее, оно должно становиться False, и окно исчезает. Таким образом, убедимся в этом. Здесь есть два метода, два свойства OnOK и OnCancel. И, соответственно, при нажатии на Cancel, thisHandleCancel срабатывает. И здесь у нас, естественно, меняется State на False. VisibleModel меняется значение его на False. Теперь самое интересное, нам надо обработать кнопку OK. Что у нас должно происходить по нажатию кнопки OK? У нас должны браться три значения из трех инкутов внутри модального окна. Для этого в компоненте CoordinateInsert мы создадим три инкута внутри модального окна. То есть содержание модального окна состоит из трех инкутов, между которыми стоят теги BreakRow, то есть переноса строк, чтобы они немножко отлипли друг от друга. То есть вот здесь вот есть такие вот пробелы. И у каждого инкута, опять-таки, это импортировано из библиотеки AndDesign. То есть здесь мы можем найти инкут и посмотреть, как он устроен. Мы брали примеры вот отсюда. То есть у каждого инкута есть Add-on Before и Add-on After, чтобы появилась надпись перед инкутом и после. Ну, после нам не нужно, нам нужно только перед. То есть мы оставили здесь Latitude, Longitude и Zoom. Соответственно, Add-on Before, вот у нас имеют значение Latitude, Longitude и Zoom. И имеется Default Value. И также у каждого инкута есть метод OnChange, который срабатывает в тот момент, как только меняется значение инкута. Допустим, проверим это на инкуте OnLatitudeChange. То есть на первой строке инкута. У нас срабатывает метод ThisOnLatChange. Смотрим его. И на вход он принимает event. То есть, собственно, что происходит с этим инкутом. И пока что проверим при помощи вывода в консоль eTargetValue, то есть значение, которое вводится в поле инкута. Откроем консоль. И начнем что-то вводить. Допустим, 5, 6, 7, 8, так space, так space, так space, так space. То есть у нас при каждом изменении срабатывает метод OnLatChange. Соответственно, при каждом изменении изменяется локальное состояние LatitudeModule на то значение, которое введено в инкуте. То есть у нас есть три состояния LatitudeModule, LongitudeModule и ZoomModule, которые меняются каждый раз, когда меняется значение в соответствующем инкуте. Инкуте, отвечающем за Latitude, за Longitude и за Zoom. Вот они у нас три. Это да, OnLatitudeChange, OnLongitudeChange и OnZoomChange. Они по факту одинаковые, только меняется разное состояние. Разный стейт. LatitudeModule, LongitudeModule и ZoomModule. Отлично. То есть каждый инпут у нас меняет локальное состояние данного компонента. Теперь, что должно произойти при нажатии кнопки ОК? При нажатии кнопки ОК мы каким-то образом должны передать эти три значения в родительский компонент MapDeoJSON, чтобы здесь изменились те три состояния, от которых зависит сама карта, и чтобы карта перерендерилась. То есть мы должны изменить состояние Lat, LNG и Zoom. Для этого мы уже, как проходили в прошлых видео, мы создадим в файле MapDeoJSON функцию OnCoordinateInsertChange, который на вход будет принимать три значения. Мы их обозвали Lat, Long и Z. И будет менять свое собственное локальное состояние, вот эти три локальных состояния, на пришедшие три значения, на Lat, Long, Z. И, соответственно, карта будет перерендериться. Когда будет вызываться этот метод. Теперь же этот метод нам необходимо вызвать при нажатии кнопки ОК в модальном окне. Но поскольку этот метод создан в файле MapDeoJSON, а обработка кнопки ОК находится в файле CoordinateInsert, соответственно, мы из MapDeoJSON должны прокинуть данную функцию в файл CoordinateInsert. То есть как-то ее туда передать. Делается это с помощью пропсов, как мы уже рассматривали в предыдущих видео. То есть мы создаем при вызове компоненту CoordinateInsert, мы создаем ему пропс, называем его OnLLZChange, это просто из головы выдуманное название, и передаем туда метод, который мы создали в файле MapDeoJSON. ThisOnCoordinateInsertChange. То есть вот этот метод мы туда передали. И, соответственно, теперь он у нас становится доступным в файле CoordinateInsert. Ну, собственно, здесь это и происходит. При нажатии на кнопку ОК у нас в модальном окне срабатывает метод withHandleOc, и в данном методе вызывается через пропсы наша переданная функция OnLLZChange, то есть вот это свойство, которое равна той функции, которую мы создали в файле MapDeoJSON. И, соответственно, мы можем вызвать эту функцию с тремя значениями. А мы ее вызываем со значениями из наших inputов. LatitudeModel, LongitudeModel и ZoomModel. Таким образом, у нас вызывается функция в MapDeoJSON. Она меняет состояние локальное нашей карты. И карта у нас перерендерится на лету. Собственно, чего мы и добивались. И также в HandleLock указывается значение локального состояния VisibleModel на False, чтобы модальное окно закрылось, потому что иначе бы оно осталось открыто. Вот, собственно, и все. То есть при изменении значений у нас изменяется карта. Ну, можно поменять Zoom, поменять долготу, чтобы это наглядно выглядело. И, соответственно, меняется карта, меняется поп-ап. То есть все, что зависит от State, изменяется на лету. Таким образом, можно потренироваться с работой библиотеки OnDesign, посмотреть, какие еще есть здесь компоненты. Они очень удобные. То есть в первую очередь необходимо посмотреть, что такое компонент layout, который формирует всю страницу. Необходимо посмотреть на компонент grid, который также позволяет формировать матричное представление веб-страницы. И также стоит обратить внимание на то, что при подключении библиотеки, то есть после того, как она установилась, еще необходимо прописать ей стиль. То есть если мы, вот как мы делали в случае с Leaflet, то есть если мы закомментируем стиль библиотеки OnDesign и сохранимся, то наше приложение перестанет, собственно, работать со стилями OnDesign, и все стили собьются, то есть при нажатии у нас будет появляться вообще неоформленное значение. И поэтому данная строка, импорт стилей из установленной библиотеки, она необходима. То есть ее надо прописать в CSS файле, и все заработает. Вот, собственно, на этом все. Это была тема предыдущего занятия. Домашнее задание будет в чате.